Доброе утро! Много слышала, но так ни разу и не решилась. Ну это, во-первых, экстрим, адреналин. И когда люди не знают, что такое пинбол, пинбол вообще с Америки к нам пришел. И большинство людей не знает об этом. И хотелось бы как-то сделать, чтобы в нашем городе этот вид спорта был актуален, и люди занимались и хотели заниматься. Это ведь действительно спорт. Есть и целое соревнование по пинболу. Да, есть соревнования. В городе Ноябрьске ежемесячно проходят соревнования. И я учился в этой школе, в кадетском классе. И школа пошла как бы навстречу. И они тоже решили у меня на добровольной основе заниматься. Я запустил пробный этап. Я посмотрю, как это. И в дальнейшем я думаю, что это уже будет официально. То есть в восьмой школе будет организована команда, которая будет участвовать в соревнованиях окружного уровня по пинболу. Окружного уровня, да. Что касается рабочей молодежи, участвуют? Это такая очень хорошая разрядка после рабочей недели. Да, участвуют сотрудники полиции. То есть это им интересно, потому что это ближе к ним. Занимается также пожарная часть, некоторые организации. Полиция участвует, потому что, в принципе, стрельба им близка. Они это делать умеют. Да, но навыки можно отрабатывать и во время пинбола. Тактики и так далее. Девочки играют в пинбол? Конечно, играют. То есть на пол это не зависит. Даже возрастные ограничения здесь на сегодняшний день 12+. То есть это не опасный вид спорта? Это не опасный вид спорта. Потому что есть обмундирование, как каска, защитная спецодежда, капюшон. И краска это желатин, это пищевой краситель. Вот, можете посмотреть. Это пищевой краситель. Так шарик-то такой твердый. Нет, он твердый, но при выстреле он размягчается и как бы не чувствуется попадание. И я так понимаю, что шарики же разных цветов для разных команд, чтобы видеть... Да, естественно. То есть есть и зеленые, но это зеленый стандартный. То есть он сверху, оболочка желтая, а там зеленая краска. Есть и красная в виде... Крови. Крови, да. Вот, есть... Для полноты ощущений. Да, черная там, ну, это на любителя. То есть у меня стандартная зеленая на сегодняшний день. Ну, хорошо, а те ужасы, что рассказывают о том, что при попадании шарик остается вот такой синяк, что это очень больно. Действительно? Ну, это... Да, действительно. Но если соблюдать технику безопасности, этого не будет никогда. Вот, я перед тем, как завожу игроков на поле боя, я их инструктирую. Инструктирую, да, то есть они расписываются в ПТБ, правила техники безопасности. И после этого только играют. То есть кто невнимательно слушал, проблемы того, кто невнимательно слушал. Да, то есть так. Ну, конечно, я индивидуально со всеми разговариваю. Стараюсь. Объяснение правила, да, игры, логику определенную. Есть две команды. Вот я никогда в пентбол не играла, пришла впервые поучаствовать. Мне, естественно, я пока не очень понимаю в стратегии о том, куда нужно, где нужно прятаться, куда нужно бежать, кого прикрывать и так далее. А там все ясно и понятно. То есть у нас как, играли, может, в такую видеоигру Control Strike. То есть есть команда А, команда Б. Там все обозначено, стрелочки на стенках и так далее. То есть играем мы на Пском причале территориально. Там как бы второй этаж. Там четырехэтажное здание и двухэтажное. Это здание, как бы, администрация дала МВД вообще заниматься. То есть и тактической подготовкой также. Вот. У нас, как бы, актуально еще, как бы, страйкбол более. Но это, как бы, они сами между собой занимаются. Потому что страйкбольное оборудование, оно очень дорогое на сегодняшний день. И в зимнее время, как бы, им не поиграешь. А это доступный вариант, как бы, и зимой, и летом. В страйкболе там действительно должен быть бронжилет. Обязательно на локотнике, на коленке. Перчатки прорезиновые. То есть и каска, естественно. Ну, вот опять-таки про страйкбол. Смотрела видеоролики, видела о том, что человек, который не вовремя улыбнулся и поймал зубами шарик, решается зуба. Да. Я так понимаю, что в пейнтболе такого быть не может. Такого быть не может, потому что есть такая каска, она полностью лицо закрывает человека. Вот. И здесь отверстие, как бы, чтобы человек дышал. И маска не потела. Есть, вы знаете, как между лыжниками и сноубордистами некая конкуренция страйкболу и пейнтболу? Существует такое? Да, думаю, нет. То есть это на любителя, то есть человек сам выбирает, что ему, ну, в первую очередь по карману. Ну, и как бы вид спорта, это, как бы, можно сказать, один и тот же, только здесь краска, а там пульки. Вот там более страйкбола, более такой... Более военизированный, я думаю, скажешь. Да, 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 да. То есть потому что там оружие, муляж, допустим, настоящего боевого. То есть он более так, мне кажется, даже агрессивный вид спорта. Я даже знаю случаи, когда наши страйкболисты играли вот в летний период времени где-то за городом. Случайно проезжающие водители вызывали сотрудников полиции, потому что решили, что это диверсия. Бегают военные по тундре с оружием наперевес. Да, то есть, ну, со стороны это кажется, как будто действительно настоящее оружие, вот, огнестрельное. Ну, я думаю, тут главное преимущество как раз-таки... Сотрудники полиции правильно сделали. Да, приехали, разобрались. Главное преимущество пинболов, при том, что, вот, например, если у меня нет желания заниматься этим видом спорта основательно, я могу взять в аренду, я так понимаю, что оружие, приехать из своей компании, да, поиграть, как бы это... Да, конечно. То есть, это доступно на сегодняшний день. Как бы я, ну, еще раз повторюсь, на добровольной основе это все начал. Я сейчас посмотрю и тогда, надеюсь, как-то, может, спонсоры какие-то найдутся в городе, кому это заинтересует на самом деле. Ну, это реально очень актуально. Это много адреналина, это очень много, потому что приезжая туда, уже когда эпикируешься, уже понимаешь, сейчас все, вот-вот начнется, да, вот-вот начнется, и сердцебиение, естественно, увеличивается. То есть, уже как-то, вот, все, эмоции пошли. И, то есть, после первого раунда, там, столько эмоций невероятных, там, крики, воплик, да я тебя убил, да я тебя... Ну, игра в среднем длится до пяти минут, то есть, не более. Вот. И, как-то, меня даже, честно, радует то, что... Один раунд длится, наверное, пять минут. Да, а там далее, то есть, они могут и переиграть, то есть, во втором раунде как-то продлить, там, где-то укрыться и так далее, то есть, не высовываться. Да, то есть, и, как бы... Цель игры перестрелять противников или захватить флаг, или, я не знаю, занять оборону, что? Или каждый раз разная цель? Да, то есть, можно разные сценарии, как бы, придумать. Ну, на сегодняшний сценарий какой есть актуальный, то есть, допустим, захватить какой-нибудь либо предмет, допустим, мобильный телефон положить, вот, в какое-то место, вот. И, как бы, команда террористов должны защитить его, вот, а команда полицейских, они должны, как бы, перебить всех террористов и захватить этот телефон, принести на базу. Вот. Есть также с заложниками игра, вот, то есть, два заложника или один где-то в определенном месте стоит, вот, команда полиции должна его найти, то есть, и террористов обезвредить. Вот так получается. Я первый раз в пинбол попробовал в городе Кургане в 2011 году, очень понравилось, вот, ну, реально много эмоций было, и как-то, ну, подумал, то, что это, да, действительно надо здесь, потому что здесь этого нету. Даже вот так вот люди захотели в аренду где-то взять, да, поиграть, потому что не каждый может себе позволить себе маркер, допустим. Да, и нет необходимости в том, чтобы пару раз в год съездить поиграть в пинбол, покупать дополнительное оборудование. Вот. Почему бы не поиграть так, действительно, с семьей, там, коллегами, там. Коллегами. Друзья, если вам надоели ваши соседи по кабинету, зовите их поиграть в пинбол, перестреляйте друг друга. Да, действительно. Будет выплеск энергии, негативных эмоций, можно продолжать в мире работать дальше. Да. Я вам желаю успехов, желаю успехов в команде восьмой школе, надеюсь, что тренировки пройдут плодотворно, и когда поедете на соревнования, покажет команда хороший результат. Я думаю, что у ребят все должно получиться, потому что, как показывает практика, всегда на достойном уровне выступают лабутнанские кадеты на соревнованиях в разных городах. Я постараюсь все сделать для этого. Вам спасибо пинболу развития. Дорогие друзья, в вашем утре был утренний гость Павел Зонов, пропагандист пинбола в городе Лабутнан. Занимайтесь спортом, условий для этого в городе, в общем-то, достаточно, а главное найти тот вид спорта, который вам по душе.